22 марта в Доме культуры Железнодорожник прошла праздничная программа, посвященная Дню работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. В торжественном зале собрались люди, чья профессиональная деятельность связана с благоустройством города и района и обеспечением работы систем жизнеобеспечения. Спасибо вам большое за то, что вы посвятили селями этой профессии. Ведущая лежит большая ответственность за то, чтобы в алхарчане жители района жили в комфортных условиях, чтобы в квартире было тепло, светло. Работа 24 на 7 зачастую, многие, к сожалению, жители, ну и большинство, не видят вашей работы, но действительно без нее наша жизнь была в любви такой хорошей, веселой, комфортной. И современный человек уже привык к комфорту тем условиям, которые дает современный образ жизни, и вы это все обеспечиваете. И хочется отдельное спасибо сказать всем работникам жилищно-коммунального хозяйства, кто в новогодние праздники, в эту непростую резину проявил себя. Совершил, наверное, по-моему, трудовой подряд, когда морозовали, минус 35, под 40, и устраняли аварийные ситуации. Потом морозили, тут срыв отопительного сезона, мы могли заморозить все системы, но отстояли, победили. Мы настоящие молодцы. Благодарность главы Волховского муниципального района Александр Налетов вручил Татьяне Георгиевне Карабановой, мастеру участка ООО «Жилищник», Сергею Николаевичу Клюеву, рабочему зеленого строительства МБУ «Городская служба благоустройства парк», Оксане Владимировне Цветковой, ООО «Сестройский жилищно-коммунальный сервис». Поздравляю сегодня всех работников ЖИГУ «Жилищно-коммунальной службы» с профессиональным праздником. Хочется пожелать вам здоровья, терпения, мудрости. Ваш труд иногда не замечен многими людьми, но это только тем, кто не понимает, чем он занимает. И только благодаря вам у нас в городе решаются все проблемы. Да, системы старые, много проблем, но вы их решаете, делаете. И спасибо вам большое. Низкий вам поклон за вашу работу, вам и вашим близким. Благодарность главы администрации Волковского муниципального района Александр Сафонов вручил Павлу Сергеевичу Коробову, следствию сантехнику ООО «Дом управ», Екатерине Михайловне Чесноковой, специалисту по управлению многоквартирными домами ООО «Сестройский ЖКС», Александру Сергеевичу Мухину, слесарю и ремонтнику МБУ «Городская служба благоустройства парк», Екатерине Олеговне Гришаковой, кассиру «МОП Ритуал», Александру Геннадьевичу Кононову, водителю легкового автомобиля МБУ «Дивный град», Светлане Борисовне Тихоновой, главному бухгалтеру МБУ «Дивный град», Ларисе Николаевне Полянской, главному экономисту ООО «Жилищник», Людмиле Юрьевне Тимофеевой, инженеру по охране труда, специалисту по эксплуатации и ремонту жилищного фонда ООО, управляющей компанией по жилищно-коммунальному хозяйству, Алине Владиславовне Филипченковой, ведущему специалисту отдела жилищного фонда благоустройства и транспорта комитета по ЖКХ жилищной политики, Наталье Леонидовне Боритко, начальнику отдела коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ жилищной политики, Кристине Игревне Кротовой, главному специалисту отдела жилищного фонда благоустройства и транспорта комитета по ЖКХ жилищной политики. Ваш труд, конечно, очень важен. Мы это ощущаем каждый день. Вчера на большом, красивом классном празднике губернатор сказал, что в ближайшие пять лет будут внесены серьезные инвестиции в вашу отрасль. Это очень обнадеживает, это очень настраивает оптимистично. И я уверена, что ваша отрасль будет самой такой вот звучной, самой играющей и важной вообще какого-то состояния нашего общества. Поздравляю и желаю вам больших успехов, добра, счастья и мира. Благодарность главы муниципального образования город Волхов Алиса Рутюнян вручила Дмитрию Константиновичу Климину, водителю автогидроподъемника МБУ Дорожное хозяйство и благоустройство, Александру Евгеньевичу Константинову, трактористу трактора «Беларусь-81» МБУ Дорожное хозяйство и благоустройство, Ренату Равильевичу Гарифулину, слесарю по ремонту автомобилей МБУ Дорожное хозяйство и благоустройство. Свои яркие номера гостям подарили творческие коллективы Дома культуры. Образцовый ансамбль танца «Исток», студия эстрадного вокала «Акцент», образцовый ансамбль танца «Россияночка», образцовая эстрадная студия «Карамель», студия современного танца «Движ», арт-студия «Авокадо», народный ансамбль танца «Радуга». Жилищно-коммунальная сфера и бытовое обслуживание населения – это одна из самых сложных отраслей экономики, а ее работников объединяет высокая степень социальной значимости труда, большая ответственность перед населением за комфорт и удобство условий проживания. Работа в этой сфере требует больших умений, ответственности, самоотдачи и терпения. Работа в этой сфере «Акцент»